Здравствуйте, Девы, ваш черед. Мы сейчас делаем прогнозы на неделю, и давайте сразу приступим. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Дева с 15 по 21 февраля? Девы, дорогие, перемены очень близки. Карта Мир. Один из самых важных старших арканов, который... Ну, нельзя, наверное, сказать, что-то из старших арканов, неважно, но это такой самый, который больше всего указывает на какие-то серьезные перемены. Значит, по порядку, да? Во-первых, у нас кроме старшего аркана масть жезлов. Жезлы у нас все-таки отвечают за работу, за какую-то сферу вашей деятельности, за ваше какое-то социальное общение, за ваш социальный статус, за то, кем вы являетесь. Напоминаю, да, о том, что если вы не ходите на работу, сидите в декрете, значит, сейчас ваша самая главная работа – это выращивает ребенка. Значит, ваш социальный статус – это мама, и это на сегодняшний день самое важное для вас. Поэтому не думайте, если я говорю про работу, то вас это не касается. Касается. Итак, первая карта, которая дает общую характеристику, она говорит о том, что вы хотите каких-то перемен, что-то вам могло надоесть, либо вы испытываете какое-то неудовлетворение, либо вы испытываете какие-то страхи. Но эта карта не говорит про то, что у вас беда или что-то плохо. Нет, плохого ничего нет. Но чего-то, вроде всё хорошо, но что-то вам хотелось бы улучшить или изменить, или просто это какая-то зимняя хондра на вас напала, может, вам солнца не хватает. Что-то вам, какое-то вы испытываете неудовлетворение. И вот тут самое важное на этой неделе вам определиться, то ли это просто у вас там, не знаю, ПМС или ещё какие-нибудь там ваши внутренние недовольства, то ли действительно вы дошли до грани, дошли до какой-то точки, и вы действительно хотите дальнейшего развития. Может быть, вы хотите новую работу, может быть, вы хотите новое хобби, может быть, вы хотите наконец-то реализоваться как кто-то. Вы должны сейчас это понять. Это просто временное помешательство или действительно вам пора что-то менять в жизни. Если вам пора что-то менять в жизни, карта совета. Вам необходимо сделать тот шаг, который действительно приведёт вас к счастью. Я не знаю, на какой ступени вы сейчас находитесь по своему состоянию. Может быть, вы можете помочь себе сами, может быть, вам нужен человек, может быть, кому-то нужен психотерапевт, кому-то достаточно разговора с подругой. Но лучше всего сядьте просто и выпишите все свои мысли, проведите работу с самоанализом, выпишите достоинства, недостатки текущей ситуации, что вы хотите получить, что вы хотите поменять. Всё распишите. И переночуйте ночь, переспите её. Наутро снова откройте свои записи, прочитайте то, что вы написали, и решение придёт. Это такая техника известная, что нужно делать, если вы не можете принять решение. Вот, я вам её дала. Если вы действительно готовы... Да, и опять же, как понять, действительно ли вы готовы что-то менять, либо у вас пришло... Ну, либо это просто временные ваши психи, какие-то нервные расстройства, там и просто вы устали. Как это понять? Вы можете проделать эту технику. Опять же, да, вот. Если вы так и не возьмётесь за эту технику, значит, не так уж вам и нужно что-то менять. Значит, вас всё устраивает. Если вы сделаете эту технику, и когда вы всё прочитаете, ну, как бы, вы уже... Ну, вы, исходя из неё, и поймёте, нужно вам менять или не нужно. Итак, и финальная карта говорит о том, что вообще всё в ваших руках. Здесь нет какой-то неотвратимости судьбы в этой комбинации. Здесь будет всё так, как вы сделаете. Причём, причём, это не история того, что... Что будет, то будет. Как должно, так и случиться. Чтоб я не делал, будет так, как должно быть. Нет. Вот эта карта говорит о том, что вы решите, как будет. Вот что вы сделаете, даже если вы совершите ошибку, она произойдёт, но действием. Если вы... Знаете как? А не делать ничего, бездействовать, это тоже выбор. И это тоже... Ну, действие только пассивное. Понимаете, да, о чём я? Поэтому здесь всё зависит только от вас. Поэтому вам серьёзная рекомендация проанализировать свою жизнь, то, что у вас... Вот у вас прям реально кармическая неделя. Вот пока ещё ни у кого такой серьёзной не было, такого серьёзного расклада, как у вас, из тех, что я сделала. У вас самые важные, возможно, именно вот вас как-то... Тех, кто услышит, не всех, конечно, Дев мира, а именно тех, кто услышит этот прогноз. Потому что вы же знаете, как работает пространство. Оно посылает информацию именно тем людям выборочно, кому необходимо это услышать. Вот. Поэтому вам реально нужно проанализировать все сферы своей жизни и время принимать какие-то решения. Поэтому я вам желаю, чтобы всё сложилось наилучшим для вас образом и так, как вам нужно. Ничего плохого здесь нет. Вы можете менять к лучшему. Можете не менять. Можете остаться там, где вы находитесь. Поэтому выбор за вами. Если кто-то будет делать эту практику, напишите в комментариях. Интересно почитать. Ну всё. Удачи вам. Пусть всё будет, как вы. Пусть всё будет, как ты. Как так, Господи! Так, как ты захочешь. Всё. Всем пока. Уже заболталась.